Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я расскажу, как готовлю свои особенные крылышки терияки. Чем же особенный этот рецепт, спросите вы? А дело в том, что в нем вообще не используется масло и дополнительного жира. Я думаю, что этот рецепт лучше расскажет сам за себя. Поэтому оставайтесь со мной и давайте готовить! Для приготовления мне понадобится 1 кг куриных крылышек, соевый соус, 1 апельсин, кусочек имбиря, несколько зубчиков чеснока и 2 столовые ложки меда. Сперва разрезаю крылышки на кусочки, которыми их будет удобнее есть. Вот таким образом. Затем беру немного соевого соуса. Примерно 3 столовые ложки. И переливаю в удобную емкость. Добавляю чуть больше чайной ложки меда. Очищаю корешок имбиря. И натираю на мелкой терке. Добавляю в чашу. Очищенный чеснок выдавливаю сюда же. Отрезаю около 3 апельсина. И выдавливаю из него сок в маринад. Все хорошо перемешиваю. Поливаю маринадом курочку. Равномерно распределяю. И даю постоять минут 20-30. На застеленный пергаментом противень выкладываю курицу в один слой. Отправляю в духовку запекаться на 200 градусов до золотистого цвета, чтобы выдамился весь лишний жир. Приготовлю соус теряки. Беру соевый соус и выдавливаю в него сок от оставшегося апельсина. Думаю, что мне не хватает соевого соуса, добавлю еще. Если вам кажется, что объема соуса недостаточно, просто добавьте в него соевый. Две столовые ложки меда отправляю сюда же. Нарезаю крупными частями чеснок. Мой соус почти готов. Тем временем курочка достаточно запеклась. Переверну ее, чтобы с другой стороны также вытопить весь лишний жир из крылышек. И еще 10 минут в духовке. Снимаю курицу с противень. Затейник выливаю в заготовку соуса. И выкладываю крылышки. Время от времени помешиваю, чтобы соус обволакивал каждый кусочек. Когда соус станет вязким, выключаю огонь и посыпаю кунжутом. Перекладываю на большое блюдо и даю немного остыть. Приятного аппетита! Этот рецепт не оставит равнодушными вообще никого. Я не встречала еще в своей жизни человека, который бы попробовав эти крылышки, не выбросил у меня этот рецепт. Именно поэтому пользуйтесь. Не забудьте проставить ему лайк, чтобы не потерять этот рецепт. А еще лучше подпишитесь на мой канал и проставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт или что-нибудь поинтереснее. Ну а пока! Пока-пока!